Просыпаемся вместе с нами в студии Анна Шамбадал, Дмитрий Соловьянов. Тема у нас сегодня познавательная. День энциклопедии. Кстати, челябинские авторы написали первый многотомный системный труд, свод научно-популярных сведений о Челябинской области. В издании нашли отражение судьбы отдельных людей, яркие памятные события, хроника жизни трудовых коллективов, многогранная история Южного Урала. Да, энциклопедия предельно полно освещает все стороны развития области. И у нас сегодня в гостях один из авторов энциклопедии «Челябинская область». Кандидат исторических наук Николай Антепин, наш постоянный гость. Мы вас очень рады всегда видеть. Доброе утро, Николай. Ну, расскажите, пожалуйста, когда была вообще создана эта энциклопедия, этот вообще шедевр? Ну, вообще, это, конечно, уникальный труд. И Челябинская область, признанная энциклопедическая столица в России, энциклопедия «Челябинская область» была издана по постановлению губернатора «Челябинской области» в 2001 году. 2001-м? Началась работа, а вот основной тираж был издан в 2008 году. То есть вот почти 7 лет велась работа над энциклопедией областной, а до этого была еще и издан в городской энциклопедии «Челябинская». Ну, там был инициатор Вячеслав Тарасов. Николай, вы это все сами принесли? Да. Как вы это сумели? Один том, друзья, достаточно тяжелый, я вам скажу. Это вот все тома, которые есть, правильно? Она семитомная, да. И первоначально, когда она задумывалась, составлялся словник, то планировалось издать 5 томов. Но вот в итоге она выросла до 7, тут 20 тысяч с лишним статей. Вот скажите, почему она выросла до 7 томов все-таки? Потому что сколько авторов у этой? 3 тысячи авторов с лишним. То есть почти в каждом городе и районе Челябинской области была своя редакция. Краеведы, историки, географы, ученые, журналисты, филологи. То есть абсолютно все, кто что-то знает о регионе, в своей области знания, они писали статьи, собирали материалы. И огромная редакция, созданная на базе творческого объединения «Каменный пояс», работала над этим, там был главный редактор, редакционные отделы тематические. То есть все было построено на научной основе. Николай, а что же все-таки можно найти на страницах этой энциклопедии, интересного, эксклюзивного, уникального? Все, тут вот все, что вы не пожелаете, тут есть все о регионе. Единственное, что нужно учитывать, что это на 2008 год. После этого, конечно, процессы в экономике какие-то произошли, 10 лет истории, какие-то новые звезды и таланты родились, которые не попали сюда в энциклопедию. В политике у нас изменения, административно-территориальные изменения. Конечно, ну, наверное, к столетию области можно переиздать энциклопедию. А расскажите, Николай, вот сейчас у нас уже 2019 год. Сколько вам было лет и где вы учились? Ну, просто по вам не скажешь, что вы уже? Ну, я в 11 классе учился, когда мне предложили написать одну статью, посвященную русско-японской войне, я специализировался на этой теме. А придя туда в редакцию, увидев заинтересованность в своем труде, то есть написав одну статью, я предложил еще потом 200. Ну, правда, из них только 80 пошло. Но это была очень интересная школа. Для меня лично, потом я учился на первом-втором курсе университета и параллельно вот работал над статьями в энциклопедию, ходил в архив. И для меня это был отдельный, ну, параллельный университет. То есть там исследования, практика написания текстов, редактура текстов. Мне кажется, это отличный старт просто, правда ведь? Да, поэтому я очень признателен, конечно, редакции, тем людям, с которыми мне пришлось там столкнуться. Я с ними до сих пор контактирую, работаю, да. И все, кто принимал участие в этой энциклопедии, вот с кем вы не поговорите, для них это яркая страница, да, в истории своей жизни, биографии. Ну, все-таки, да, все-таки где можно найти это издание и прочитать, и любому ли человеку доступно вообще? Да, конечно, она была тиражом 5000 экземпляров, поэтому она есть во всех библиотеках области. Она есть в интернете размещена, то есть человек любой может ознакомиться. Кроме того, там есть списки литературы и источников. Если человеку недостаточно информации, которая там изложена, он может по этим пристатейным спискам пойти в библиотеку, посмотреть дополнительную литературу или пойти в архив. Ну, там есть фамилия авторов, можно обратиться к автору. Вот так. Это здорово. Ну, а те статьи, вот, 120, которые у вас не вошли, и я думаю, что у всех остальных авторов тоже наверняка есть такие же. Вы какую-то отдельную еще будете издавать свое. Они ждут своего часа. То есть они будут доработаны, скорее всего, и все-таки опубликованы. А чем все-таки обусловлено такое огромное количество авторов? Из-за того, что регион большой и какие? Нет, это философия издания. Чтобы создать качественный труд, который бы не пропустил ни одну из важных тем или персон, необходимо было привлечь специалистов в каждом деле, в каждом районе, в каждом поселке, городе, районе. То есть объединить максимально возможное количество специалистов в области, за пределами области. Тут специалисты не только из Челябинской области. И это обеспечило качество труда. И, кроме того, неторопливый труд, то есть на протяжении вот семи лет он создавался. Кроме того, был опыт создания городской энциклопедии, это тоже сказалось. Ну и привлечение профессионалов, докторов наук по истории, наши ведущие ученые, по географии, биологии, экономике, юриспруденции, оно вот обеспечило такие магистральные направления. Они были как руководителями. А затем краеведы, редакторы, журналисты, они занимались сбором материала, который редактировался, концентрировался уже в редакции. Семь лет, я думаю, что плодотворной работы действительно. Были ли такие случаи, когда вам говорят, Николай, вот вы же автор, вы не такой вообще энциклопедии, да, вы случались? Да, бывали. Тем более, если видишь ссылки на свои статьи в энциклопедии, то есть это показывает, что она востребована. И люди простые абсолютно обращаются к ней. Я надеюсь, журналисты тоже к ней обращаются. Ну и Николай, последний вопрос. Не по теме лично от меня. Аня, возьми книгу вот так. Посмотрите на Анну. С книгой человек все-таки смотрится умнее. Конечно. Когда облагораживает. Облагораживает Анна? Ходи всегда с ней. Спасибо огромное, Дима. Спасибо огромное, Николай. Напомним, что прекрасную информацию сегодня нам рассказал Николай Антипин, кандидат исторических наук, один из авторов энциклопедии Челябинская область. Вот эти вот семь томов, которые у нас сегодня на столе находятся. Ну что ж, мужчины, теперь внимание. Прямо сейчас рубрика «Для нас, для нас настоящих», так сказать. Советы для мужчин. Смотрим.